После терактов 11 сентября в тюрьмах ЦРУ находилось больше подозреваемых в терроризме, чем было известно общественности. А методы проведения допросов были очень жестокими. Об этом говорится в докладе Сената США, опубликованном 9 декабря. Президент США Барак Обама осудил действия Центрального разведывательного управления и заявил, что они навредили имиджу страны. В Одессе в ночь на среду подорвали волонтерский центр помощи военным, участвующим в операции на востоке Украины. Фото с места происшествия опубликовала на своей странице в Фейсбуке одна из волонтерок центра. По данным одесской милиции, при взрыве никто не пострадал. МВД будет расследовать взрыв как теракт. По данным украинской стороны, обстрелов в позиции украинской армии со стороны сепаратистов стало меньше, но они все еще есть. По данным губернатора Луганской области, режим перемирия там не соблюдается. Сепаратисты, в свою очередь, обвиняют во встрелах украинскую армию. Виталий Кличко стал лауреатом премии имени Конрада Аденаура. Эта премия вручается раз в два года за выдающийся вклад и особые заслуги в организации жизни и работы в крупном городе. Оргкомитет удостоил Кличко этой почетной награды за его приверженность миру и демократии на Украине. Церемония вручения премии состоится в начале 2015 года в Кельне. 10 декабря в Осло и Стокгольме проходят церемонии вручения нобелевских наград. В этом году лауреатами премии стали 13 человек из США, Франции, Норвегии, Германии, Японии, Индии и Пакистана. Самым молодым нобелевским лауреатом стала 17-летняя активистка из Пакистана Малала Юсуфзай. Продолжение следует...